Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, как выстраивать отношения с сыном. Сыну 21 год, вот уехал с девочкой на неделю в отпуск в другой город. Как прилетел, написал, а я потом вечером спрашивал, сынок, ты где? А он сидит, сидит и вижу, а мне не отвечают. Потом ответил, через два дня, мама, сколько мне, 24 на 7, как он сказал, мне написывать, но я такая мама с его рождения, тревожно. Вот два дня я ему не писал, так он теперь мне написывает, где он фотки шлёт, я молчу. Стас, я много прощу, но я даже другой город, я недавно водительское удостоверение получил, я же волнуюсь, вот как правильно вести себя. Я маме своей до сих пор каждый день занял, мне 44 года. Брат плачет тоже, особенно если в командировках, а вот этот перец окрылился. С детства все его капризы выполнялись любимый долгожданный ребёнок. Ну, вообще говоря, здесь необходимо в первую очередь увидеть то, какие отношения с сыном вы хотите выстраивать. Потому что, когда вы спрашиваете о том, как это делать, как выстраивать отношения с сыном, здесь важно то, какие отношения вы хотите выстраивать. И может ли ваш сын находиться в таких отношениях с вами, как вы хотите, и примет ли он вашу, скажем так, версию таких отношений. Потому что, если нет, то, соответственно, вам, наверное, таких отношений с сыном не было строить. И в таком случае вам необходимо принять реальность. Реальность, в которой у вашего сына есть другие представления об отношениях. Я думаю, что вы в своём взаимодействии с ним используете некоторые, не самые, так скажем, конструктивные способы взаимодействия. Например, вы используете такие способы взаимодействия, как манипуляции, обиды и так далее. Давайте посмотрим. Сыну 21 год. Уехал с девочкой на неделю в другой отпуск. Как предел, написал, а я потом вечером спрашиваю, сынок, ты где? Зачем? Для чего вы это спрашиваете? Уверены ли вы, что спрашиваете об этом для своего сына? То есть, уверены ли вы в том, что вашему сыну от вашего вопроса станет лучше? Потому что есть такое ощущение, что спрашиваете вы об этом для собственного спокойствия. И ваше собственное спокойствие – это ваша ответственность. Это не ответственность вашего сына. Когда так происходит, человек чувствует давление. И именно от этого давления человек пытается защититься тем, что пишет мама, сколько ему написал. Ну вот. Дальше. Ответил через два дня. Что вы делали эти два дня? Если у вас своя жизнь, живете ли вы своей жизнью? Я такая мама с сего рождения, пишите вы, тревожная. Согласен. Согласен и очень хорошо, что вы это замечаете, но хотите ли вы с этим что-то делать? Хотите ли вы меняться? Два дня я ему не писала. Думаю, из чувства обиды. Он теперь меня отписывает, где он из водки шлет. А это чувство вины. Вы вызываете у своего сына чувство вины. Я молчу. Обида. Разве я много прощу? Много. Для вашего сына – много. Это же другой город, а недавно водительское удостоверение получил. Я же волнуюсь. Вот как правильно себя вести? Работа с волнением. Потому что волнение передается вашему сыну. Это первое. И второе, то есть волнение – это ваша ответственность, ваше состояние. Сын здесь ни при чем. Я маме своей до сих пор каждый день с гранью. Мне 44 года. Но это просто… Если для вас это нормально, то это не означает, что то же самое нормально для вашего сына. То есть как-то сравнивать это не очень корректно. То же самое касается и младшего брата младшего тоже. Вы пишите, а этот перец окрылился, так это же здорово, он стал свободен. Или… Или нас это пугает. С детства все его капризы выполнялись, любимый долгожданный ребенок. Честно говоря, я не понял, к чему это… Ну вот, к чему последняя фраза. Это про то, что если вы волновались с детства капризой, то теперь ваш сын вам должен… Про что здесь? Про что? О чем? Для чего вы это написали? Какое значение вы вкладываете в эту фразу? Как видите, преди, чтобы выстраивать отношения с сыном, нужно разобраться в себе. Вот. И, конечно, лучше будет, если вы больше станете говорить о своих чувствах. То есть нет ничего плохого и ужасного в том, что вы волнуетесь. Ну так вы прямо об этом скажите. О том, что чувствуете. Не старайтесь завуалировать то, что вы чувствуете в проявлении заботы. Это немножечко деструктивно. И работать с тревогой обязательно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова